МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канала НМТ Новости. Предлагаем вашему вниманию спецвыпуск, посвященный празднику Ураза-Байрам, в студии Махач Курбанов. Праздничный день для жителей Цунтинского района чуть не стал трагедией. Но, к счастью, обошлось. В селе Бешта брушился самодельный мост. Вместе с его полотном в горную реку упали четыре припаркованных рядом автомобиля. По данным полиции, пострадавших нет, а обрушение могло произойти из-за ветхости конструкции. Мост не выдержал нагрузку. Ну а теперь к главной новости дня. Ураза-Байрам Дагестан отметил, как всегда, дружно и организованно. С наступлением священного для мусульман праздника жителей республики официально поздравили муфтии шейх Ахмат Афанди и глава региона Владимир Васильев. Ну а началось все сегодня утром с праздничного богослужения Салят-Уль-Ид. Оно прошло во всех мечетях республики. В Иднамазе, в центральной джима мечети города Махачкалы, приняли участие тысячи мусульман. Политики, депутаты, члены правительства, главы городов и районов и сотни простых людей пришли вместе помолиться и встретить один из значимых для мусульман праздников. Продолжение темы сюжет Камиля Девятого. Ураза Байрам – один из двух главных праздников в исламе. Идуль-Фитр символизирует завершение священного месяца Рамадан. Утром на восходе солнца начинается праздничная молитва. Центральная джима мечеть города становится самым многолюдным местом в столице. Сюда стекается основной поток людей. Я очень рад, что у меня появилась возможность, чтобы праздничный намаз здесь отметить. Я хотел бы поздравить всех наших мусульман с этим праздником, великолепным месяцем, когда Всевышний Аллах не спасло нам Коран. Праздничный намаз является желательным. Эта молитва имеет те же условия, что и пятничная. Совершается два раката и читается хутба – проповедь имама на арабском языке. При этом в праздничной молитве, в отличие от пятничной, хутбу читают после намаза. В месяц Рамадан верующие в дневное время отказывались от еды и питья. А уже сегодня, после молитвы, они отправятся в гости к друзьям и родственникам с поздравлениями. На протяжении всего священного месяца мусульмане всего мира с трепетом ждали этот день. Я от нашего Уфтия, и от имени всего Уфтия, и от меня лично вас всех поздравить искренне с праздником. Я желаю принятия постов, второвеков. Даю вам, чтобы вы здесь, каждый раз, встречаясь, отсутствие, не стремились, от знамени пророкалися рядом с целярами и вошли вместе с ним в район. И даю вам, чтобы этот пост, те поклонения и стремления к нравственности, которые мы в этом пристремительном месяце делали последние шаги в сторону усовершенствования наших нравов, пусть каждый из нас станет полезнее для общества. Это, наверное, больше касается людей, которые, чему они касаются, правителей, руководителей районов, городов, мэров. Дай вам, чтобы у них по-другому всегда были интересы общества. Праздник прожрится три дня. Напомню, что правительство республики объявило 5, 6 и 7 июня нерабочими днями. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Традиционно в этот день в гости к муфтию республики, как правило, приходят много гостей. Это и представители других религиозных конфессий, а также официальные лица. Вот и на сей раз большая делегация во главе с Владимиром Васильевым прибыла к духовному лидеру, чтобы поздравить с праздником Мураза Байрам. В непринужденной обстановке за накрытым столом состоялась доверительная и теплая беседа. Глава региона еще раз вспомнил важную роль муфтията Дагестана в противостоянии идеологии экстремизма. Когда Дагестан практически первым в России, в дистанции, как народ, выступил против терроризма и за объединение всей России. Это огромнейший вклад, это огромнейшие силы, это сила нашего народа Дагестана. А в этой силе отчего? От веры. Поэтому огромное вам спасибо всем, кто сегодня ведет своих верующих по пути построения лучшего Дагестана. А мы, как власть, будем сегодня продолжать будем всячески сотрудничать, прислушиваться, помогать. Муфтий поблагодарил высоких гостей за визит и заверил, что все хорошие и добрые начинания руководства Дагестана, которые приносят пользу народу, духовенство будет поддерживать всегда. В свою очередь, Васильев подтвердил, что именно довольство простых людей – главная задача власти. Шел процесс очищения. И очень хочется, чтобы после этого наш общество стало еще лучше. А так и было. Мы сегодня об этом говорили. Причем представители всех религий и наши представители правительства были едиными. Что нет более благородной задачи для всех нас, как улучшать жизнь наших коллективов. А что он желает, я в этом даже не сомневаюсь, что оно так будет. Это с моей стороны, думаю, достаточно для всех тагестанцев. Все, что они говорят, Аллах даст им силу притворить вот это. Продолжаем выпуск. Праздничный стол с угощениями. Сотни ребятишек с утра, стучащих в двери и ворота. В этот день такое почти в каждой семье. Одну из которых постила и наша съемочная бригада. О том, как встретили Уразу Байрам в семье Ашуралиевых из Дербента – в сюжете наших корреспондентов. В праздник Ураза Байрам в семье Ашуралиевых принято собираться вместе. Здесь у каждого расписан день. Детишки ходят за сладостями, взрослые хлопочут на кухне, Как и в каждом дагестанском доме, тут принято с самого утра готовить разнообразные блюда, главными из которых являются пловы-голубцы. Пока женщины накрывают стол, мужчины встречают гостей. В этот месяц есть великая мудрость. Мудрость того, что когда человек постится, он начинает понимать нуждающихся, бедных, кто голодает, кто испытывает трудности. И когда после окончания этого месяца наступает праздник, люди радуются, прощают друг друга. Она раздает милостыню. Также предписан в этот день закат ульфитри. То есть милостыня, которая раздается от состоятельных, пользы бедных, нуждающихся. Айшата Шуралиева – работница духовного управления. Преподает уроки Корана. Она имеет шестерых детей, 20 внуков и 4 правнука. И для всех этих людей она является главным примером богобоязненности и мудрости. Айша Баджи – одна из тех женщин, которая является примером подражания для всех, для всех, кто ее окружает. Это очень набожная семья, религиозная семья. Она сама, ее дети, все на пути ислама, все соблюдают, все столбы ислама соблюдают в порядке очередности, как надо. Ураза Байрам – самый любимый и радостный праздник в этой семье. Однако, как бы это противоречиво не звучало, и один из самых грустных. Для Айшат, как и для многих других верующих, тяжело прощаться со священным месяцем Рамадан. У нас самый счастливый, самый большой праздник – Ураза Байрам, который весь месяц постелись. Все ночи мы поклонялись Создателю. И очень печально, что мы выходим из этого. Нам очень печально, что заканчивается этот месяц. Мы желали бы даже весь год поститься и весь год поклоняться Всевышнему, не забываясь. Праздник Ураза Байрам будет продолжаться еще два дня. Этого времени вполне достаточно, чтобы сходить в гости к близким, либо встретить их у себя дома. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите наши передачи и новости. Всего хорошего, приятного отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok